Музыка Время для преображения Большой Покровской настало. На московском урбанистическом форуме представили дизайн проекта, в том числе и нижегородских знаковых мест. Проект благоустройства Покровки был разработан совместно с конструкторским бюро «Стрелка» весной этого года и предполагает установку скамеек, замену фонарей и озеленения. Деревья из кадок уберут и посадят в землю. Появятся лавочки с подсветкой, а вместо брусчатки дорогу вымастят гранитом. Уже объявлен конкурс на проведение работ. У нас в конце августа аукцион произойдет, и будет определена подрядная организация, которая будет заниматься заменой покрытия и, соответственно, всеми работами по исполнению того проекта, который сейчас фактически уже утвержден. Столько там все изношено, уже очень много провалов, брусчатка уже вся пошла, лотки уже разбиты. Это нужно приводить в порядок. Все-таки это самые центральные улицы города. Разработкой дизайн-проектов займутся три компании, в их числе и молодые архитекторы из огорода. Будем заниматься разработкой сквера Свердловой, сквера перед ННГУ. Постранство в ННГУ тоже очень интересная история. Мы между собой смеемся, что у нас попались такие территории, нам под разработку были выданы и доверены, на которых есть какое-то интересное сообщество. В случае со сквером Свердловой сообщества старьевщиков, коллекционеров. Благоустройство Большой Покровской состоит из двух этапов. Сначала отремонтируют территорию от трамвайного переезда около ДК Свердлова до площади Минина, где также проведут реконструкцию подземного пешеходного перехода. Остальную часть улицы от переезда до площади Горького благоустроят уже в следующем году. Мы понимаем, что нужно обустраивать площадь перед драмтеатром. Знаем, что там очень часто происходят какие-то массовые мероприятия, выступают различные уличные музыканты. Там будет выполнен небольшой подиум, где можно как раз вот это все организовать, показывать. Средства на благоустройство будут в основном федеральные в рамках проекта формирования комфортной городской среды. А пока на Покровке продолжают бороться с незаконной торговлей. Многих продавцов живописи, статуэток, штрафы давно не пугают. Почти сразу после рейдов они снова выходят торговать. Но везет не всем. Кофемашину после нескольких предупреждений административно-технической инспекции увезли на эвакуаторе из-за отсутствия разрешения на торговлю. Юлия Серебрякова, Илья Васенин, Георгий Захаров. Столица Нижний.